Я приветствую тебя, мой уважаемый зритель, и это новые серии из Дагестана. Поехали! Друзья, сегодня я расскажу вам историю о том, как в пятый раз, возвращаясь в эту удивительную республику, можно находить не менее интересные места. Я этим рафтином попользуюсь, полезу. Черкейская ГЭС – это охраняемый объект, поэтому снимать, скорее всего, будет нельзя. Итак, на счет три. Глубокой ночью. Кому мы нужны в два часа ночи? Ухтар! Мы перемещаемся из Москвы в Дагестан. Поехали! Первое место, куда мы отправились, стала база отдыха «Главрыба». Этой популярной локацией уже мало кого можно удивить. Однако, нужно отметить, что база с каждым годом открывает для своих гостей все больше новых локаций. Поэтому, если вы были здесь даже год назад, то и сейчас есть на что посмотреть. Мы приехали на одну из самых популярных точек в Дагестане. И это, конечно же, «Главрыба». В «Главрыбе» мы были уже дважды. Вот это третий раз, когда мы сюда приезжаем. И каждый раз здесь что-то новенькое. И очень радостно, на самом деле, что этот парк не стоит на месте. Вот это «Главрыба», вот это чудесное место. И все больше народу оно сюда привлекает. Зиплайн «Параплан». 200 рублей. Однако, приехали мы сюда, чтобы встретиться со всей нашей группой и продолжить уже совместное путешествие по республике Дагестан в полном составе. Я рада вас всех видеть. Друзья мои, я вам хочу представить Татьяну. Татьяна, расскажите, откуда вы к нам приехали? Из Красноярска. Татьяна, расскажите, какой раз вы в Дагестане? У меня первый раз. Ну и как впечатление, пока еще непонятно, да? Мы еще не доехали. До всех основных достопримечательностей. А вот вы мне по секрету сказали, что чем-то Дагестан ощущением напоминает, да, Хакасию? Дорогу между Красноярском и Хакасией. Спасибо большое. Да, мы уже поехали, спасибо. Ну давай, рассказывай. Да ну попробуй. А что это? Это тутовник шелковица. Я немножко поясню. Татьяну у нас кто по профессии? Биолог. Биолог. Поэтому я ее нашла в кусте. Да, поедающая. В общем, вкусную ягоду, да. Уважаемые. Мы с нами слезы сказали, что тут спелые ягоды, вот которые белые. На кусте. А сейчас мы сменим дислокацию и отправимся в пещеру Нохо, которая также относится к комплексу главрыбы. Осторожно, обрыв. И обрыв действительно есть. А идем мы, друзья мои, в пещеру. Потому что уже все были, а мы еще до сих пор не были. Так что надо восполнить этот пробел. 700 рублей суббота и воскресенье. А сегодня будни, сегодня по 500. Я тут место для кассы. Я как это, строитель. По дороге к пещере открываются живописные виды, но меня волновали каски. Обратите внимание, что он весь покоцанный. Как будто на него уже много раз что-то прилетало. Стоит задуматься, Аня. Пойдем посмотрим. Берегите голову. Судя по крикам, там, наверное, зиплайн. Пошли получать удовольствие на все 500 рублей. Такие ступенечки. Спуткаться нам. Низюхонько. Вон туда. Мы оспортсмениваемся. Заходим в темноту. Как я говорила ранее, этот объект принадлежит комплексу главрыбы. Эта штольня была найдена, облагорожена и открыта для посетителей. Мостик-то качается. Здесь есть кафе. Смотровые площадки на Сулакский каньон. А еще экстремальные развлечения типа зиплайна и так называемых качелей. Это место напоминает скай-парк в Сочи. С одной лишь разницей. Цены на Сулаки гораздо демократичнее. Подскажите, пожалуйста, почему на качели. 5 тысяч за чуть. Ага, спасибо. Ура? Все правильно, да. 5 тысяч. 5 тысяч, все правильно. Все правильно. 5 тысяч. Подытожим. Стоит ли сюда ехать? Определенно да, если вы любитель острых ощущений и хотите пощекотать свои нервы прыжком или полетом над Сулакским каньоном. Подписывайтесь на наш канал. Перед тем, как исполнить свое обещание и показать вам, моим уважаемым зрителям, куда можно отправиться в Дагестане, прилетев сюда в пятый раз, мы заедем на еще одну локацию из серии Мастхев. Конечно, это смотровая площадка на Сулакский каньон с высоты полета парящего орла. Раз уж мы эту локацию посещаем, то я ехала с определенной целью – прикупить у юных бизнесменов чай-чебрец. Моя мечта Сулакского каньона – чебрец. Я один раз его… Очень вкусный чебрец. Вообще, вот всем рекомендую, кто сюда едет, обязательно покупайте чебрец. Он очень душистый и вкусный. И полезный. Чебрец! Всем рекомендую, я за ним сюда специально ехал, между прочим. А, так вот почему мы сюда приедем. Конечно. Собирают они его, как бог на душу послал. А именно, рвут все подряд и чебрец, и все, что рядом росло. Но меня это не пугало. И дома, досушив все, что было мне продано в пакете, я наслаждалась чаем из ароматных трав. Что только не начали продавать. Какие штучки. Ой, какие классные. Они такие маленькие. Пым-пым. Мамо, друзья мои, на смотровую идем. С Сулакского каньона. Мы здесь уже третий раз. И каждый раз тоже приезжаешь, появляются новые какие-то… Ой, палаточки с новой сувениркой, кофе начали привозить, еще что-то. Вообще радует, конечно, что Дагестан развивается. Это прям класс. Ну-ка, вкусный? Да, вкусный. 50 рублей. Большой стакан. 50 рублей. Большой стакан. Сулакский каньон на фото в интернете пестрит сочными, яркими красками. Но на самом деле, каньон в дымке – это более частое явление. Однако, увидеть своими глазами глубочайший каньон Европы однозначно стоит. Итак, самое время рассказать о первой локации, которая определенно стоит того, чтобы добираться сюда по грунтовой необорудованной дороге. Это экоферма «Родник». Очень круто, когда место ночевки – это не просто кровать на ночь, а атмосферное место с чудесным хозяином. Местом для прогулки, пикника и видов на Сулакский каньон с другой стороны от популярной туристической точки. Здесь только вы, природа, свежий воздух и тишина. К счастью, нашли мы гостевой дом «Родник». Мы к нему очень долго ехали. Заселяемся в номер, сейчас я вам его покажу. Да, очень симпатичный номер. Вот, смотрите, здесь такой столик, есть бокальчики, большая кровать, маленькая кровать, розетка есть, удлинитель. Она никогда не бывает лишним. Еще у нас есть вот такая печка. И она рабочая, потому что на горячую печку вещи не класть. Да, здесь есть комнатные тапочки. Реальная печь. Кружка. А, сейчас я вам еще душ-туалет покажу. Удобство. Так, так сказать, раковинка, душ, трон. Ну, вот, как бы, вот такой вот очень приятненький номер. Стоит он, по-моему, 4000 рублей. Но не просто так он стоит, не за вот эту вот всю красоту, конечно, а за то, что снаружи. А снаружи там Сулакский каньон и прекрасная видовая площадка. Холодильника в номерах нет, но есть в другой постройке. И там еще есть летний душ, там тоже с горячей водой, потому что здесь в номере, по-моему, нет горячей воды. Вот, и всякие приятности. Они все на улице, сейчас туда пойдем. В общем, вот так выглядят наши номера. А мы сейчас идем на смотровую площадку. Говорят, она очень красивая. И еще говорят, что рассвет здесь в 4.15 начинается. И у нас завтра план в 4 встать, все-таки посмотреть на рассвет. Я надеюсь, у нас это получится. Тут, друзья мои, есть кафе. Кафе работает до 8 часов вечера. На кого ты там ругаешься, собака? А вообще вот здесь такое замечательное, очень продуманное, красивое пространство. Здесь можно погулять, полюбоваться шикарным видом на Сулакский каньон. Когда погода позволяет, конечно, естественно. И там так очаровательно стоят столики со стульчиками. Ну, где вот покушать у кафе. Так вообще мило. Услугами кафе вечером мы не воспользовались. Так привезли с собой разнообразие из вкуснейших копченостей. И разместились в очаровательной беседке. А пока собака до всех наших припасов не добралась, поспешим отужинать. Ребята, всем привет. Обещала я вам сегодня красивый рассвет. Он реально будет, но без нас. Не потому, что мы проспали, а потому, что мы очень рано сейчас уезжаем на лодочках кататься. Время... Сколько сейчас время-то? Начало пятого. Начало пятого утра, да. В общем, сейчас двинемся куда-нибудь точно. Как вы уже поняли, рассвет на смотровой площадке нам встретить не удалось. И мы наблюдали, как поднимается солнце, возвещая начало нового дня, в машине по дороге к приключениям. Дорога веляла то влево, то вправо, а перед нашими сонными глазами открывались красивые виды на горы. Спуск от гостевого дома «Родник» до «Пирса» составляет в хорошую погоду 30 минут на машине или два часа пешком при хорошей физической подготовке. В общем, до какой-то части мы доезжаем, конечно, на джипах, а дальше уже пешком, ну, как видите. В общем, прибой прям почти как на море. Расскажи, как ты нашла себя в новой профессии спасатель? Я по-какуйски. Но реквизит уже найден. Дождавшись своей очереди, мы погрузились в лодку, чтобы полюбоваться красотой Сулакского каньона непосредственно с водной глади этого красивейшего места. Я много раз наблюдала, какие красоты открываются участникам подобных экскурсий, как плачут водопады, умывая горные склоны. И вот, наконец-то, нам тоже удалось испытать это удивительное чувство скорости, замирания сердца и любования необыкновенными пейзажами. Из практических советов. На такую экскурсию лучше брать с собой непродуваемые вещи – ветровки или кофту с капюшоном. На большой скорости, даже в жаркую погоду, становится прохладно. Берегите себя и привозите из Дагестана приятные впечатления, а не насморк или кашель. Привет! Привет, малыш! Скажите, морковки нету, езжайте дальше. Возвращаясь в гостевой дом после прогулки на катерах, мы уже мощно нагуляли аппетит и отправились на завтрак. Ну а после нам предстояло продолжить свой путь, ведь впереди ждала экскурсия на ГЭС. Как я говорила в самом начале ролика, съемка на этом объекте запрещена, поэтому показать толком ничего не могу, но поделюсь полезной информацией. Экскурсия заказывается на официальном сайте не позднее, чем за две недели до нужной даты. Подтверждение может не прийти на почту, но можно посмотреть на сайте по номеру заказа. Сохраните его. В нужную дату и время ваша фамилия должна быть в списке посетителей. На сайте написано, что экскурсия проходит два часа, но по факту мы освободились раньше и отправились, хотя как отправились, как видите, крались очень медленно и осторожно среди отары перегоняемых овечек. Самая частая причина пробок в Дагестане, вот вы ее еще увидели. А путь наш лежал в село Унцукуль. Село находится за Гунипским тоннелем. Это самый длинный автодорожный туннель в России. Но не это я хотела вам рассказать. Пересекая тоннель, создается ощущение, что вы попадаете в какой-то другой Дагестан. Кажется, что горы здесь выше и люди немного отличаются. Кстати, о людях. В село Унцукуль мы ехали не просто так, а в гости. И сейчас я вас кое с кем познакомлю. Друзья мои, мы приехали в гости к одному очень интересному человеку. И я вам сейчас его представлю. Меня зовут Чемилл Абдулаевич. Мы находимся в селе Унцукуль. Это аварское село. Село известное уникальным ремеслом. Называется инкрустация металлоподирова. Что мы сейчас вам и продемонстрируем. Какие у вас розы красивые. Ага, обалдеть. У розы все посчитаны. Но мы не трогаем. Не срывать камеру. Работает снайпер, да. А кто розы сажал? У кого легкая рука такая? Это жена Саида. Так, саламу алейкум. Это у нас Саида Ахмедович. Потомственный мастер в шестом поколении. У Саида буквально золотые руки. Это у нас груша с пилиным пильем. Сейчас мы его установим на станок и посмотрим, что из нее получится. Что он вытворяет самыми обыкновенными пеньками, это нужно видеть. Создается ощущение какого-то невероятного танца между станком и деревом. А в результате получается изделие. Мы сначала не можем определить, что мы будем из нее делать. Конечно, предположения у нас как-то таковы есть, что мы будем делать. Но само дерево подсказывает, что надо будет сделать. Потому что, вот видите, изиану. Поэтому мы должны постараться сделать какую-нибудь форму, где можно убрать вот эту изиану из самого пенька. Наверное, получится какая-то сухопробоваться сейчас. Основной материал, который используется в работе, это плодовые деревья, которые растут в округе. Дикая груша, абрикос или грецкий орех. И в крайнем случае для изготовления тростей мы используем кизил. Но кизил он не бывает, таких пальчиков толстых размеров. Поэтому и с кизилами делаем только трости. Изначально похоже на буратино. Да? Заготовка буратино. Есть почти буратино. Так, сейчас будет чумно, страшно и чуть-чуть опасно. По поводу страшно, тут Саид немного преувеличил. А вот шумно и опасно, это да. Ведь опилки летят как салют в разные стороны. И нужно соблюдать осторожность. Мы показали вам всего лишь первый этап обработки дерева. Это прям похоже на чудо. Что из пенька можно такое сделать? Как говорили в фильме, простыми движениями рук. Раз, два, три. Крутика решается в шортах, тут пенька решается в изделии. Далее получившуюся заготовку помещают в опилки, чтобы избавиться от влаги. Влажность – это основной враг деревянной заготовки. Именно она приводит к деформации или трещинам. Вот о попилках мы их оставляем где-то два месяца. Два месяца? Да. Но, к сожалению, многие из них трескаются. Процесс необратимый. А из-за чего трескаются? Потому что дерево влажное. А при процессе сучки дерево, оно живое. Оно тянется в любую сторону. И оно при этом трескается. А покажите, какая она потрескавшаяся. Ну, вот она. О, а что теперь с ней будет? Хороший шашлык. Шашлык? Да. Нет, ну какой шашлык из дерева? Это же... Нет, дерево служит огнем для шашлыка. Да это понятно, я смеюсь. Из какого процента заготовок что-то получается дельное? Ну, надеемся хотя бы, что 50% заготовок, которые мы сделали, они дойдут до разумного конца. При полной сушке дерево, оно деформируется. Например, вот эта чаша, что с ней превратилось? Она деформируется. Изогнулась. Да. И вот третий этап заключается в том, что мы его еще раз ставим на станок и придаем им симметричную форму. Потому что то, что происходит здесь, это не является нашим ремеслом. Это просто токарная и столярная работа. А наше ремесло – это непосредственно инкрустация металла по дереву. И в этом древнем искусстве украшения дерева достойное место занимают мастера дагестанского аула Унцукуль. Еще в далекие времена можно было увидеть трубки и трости с экзотической надписью «Кавказ». А делали их здесь, в знаменитом Унцукуле. Сейчас людей вовлеченных, которые мы смогут, грубо говоря, человек 30 лет. А почему так мало? Потому что не хотят заниматься. Тяжело? Тяжело, невыгодно, многозатратно. Я очень прониклась Унцукульским орнаментом. И хорошо, что для нас Шамиль Абдулаевич приготовил мастер-класс. Все желающие смогли попробовать свои силы в этом удивительном ремесле. Мастер изготовил форму. Форма может быть любая. Для этой формы он должен придумать орнамент. Вначале он делается делать эскиз. Этот эскиз с точностью до миллиметра перенос на изделие, на дерево. Для того, чтобы получить орнамент, мастеру требуются специальные инструменты. Их нельзя купить в обычном магазине. У каждого мастера инструменты индивидуальные, изготовленные на заказ. Вначале делается надрез. Вставляем пластинку. Форму видите? Да. Если мы правильно ставим, отрезаем, эта форма сохраняется. Это означает, что наши предки были умнее. Раньше мы работали с серебром и золотом. Чтобы таких излишек не было, они нашли правильное применение этой пластинки. И чтобы форма сохранилась, чтобы не было излишек. И одним ударом загоняем. И так до конца, пока мы не заполним эту или иную дорожку. Так, держите, держите. Берем ножницы, вот они. Полис не причините. Ставим кончиком на дерево. И обрезаем, да? Да, под корень. Так, молодец. Сразу видно, мастер. Будущее. О! Какое терпение надо иметь, чтобы все это закончить. Да, держите изделие крепко. Берите резец. Вот это? Да. Куда тыкать? Опор вот сюда. Да. Да. Я сейчас вам тут все изделие попорчу. Так как-то у меня не срастается с ремеслом. Вот такой интересный опыт нам подарил Шамиль Абдулавич. Девчонки дорвались, да? Да. Ну, какое выбрали? Я вот такое выбрала. Вот такое. Это орех. Орех. И вот такое хочу. Это сестре хочу. А вот это что? Это абрикос. Полторы тысячи рублей, да? Закупившись сувенирами, мы отправились в гости к Шамилю Абдулавичу. Ужин был очень вкусный. Большая благодарность от нас хозяину дома за его радушие и гостеприимство. Все карты я выкладываю на стол. Ведь именно ради этого места мы и приехали в Дагестан в пятый раз. Сплав по реке Аварская Кайсу вот что манило, притягивало как магнит. Про сплавы в Дагестане мы знали и даже видео просматривали. Но сами все никак не решались испытать на себе такой вид активного отдыха на нашем Кавказе. Но давайте обо всем по порядку. А еще чай? Фито! Вот один комплект. Можете полюхать, посмотреть. Это для одного чайника. А что там за ягодки? Это вишня красная. Вишня? Витаминная губа. Адванчик. Вся аптека здесь. Вся горная аптека здесь. А еще у ребят тут САПы есть. Прокат вот 30 минут 350 рублей. Час 500. День полторы тысячи рублей. Номера тут небольшие. Вот этот домик называется Титаник. Потому что стоит он на воде. И работает он по принципу капсульного отеля. То есть есть большая кровать, окно и очень маленькое место, куда можно сумку поставить. Пойдемте вам покажем. У нас тут бардак, конечно, уже. Потому что мы вчера вечером заселились. И было уже поздно. И темно. Мы просто все вещи раскидали, сами упали и уснули. Все. Вот такое интересное место для ночевки за тысячу рублей за комнату. Ребята в озере плавают. И в них еще очень много лягушек плавает. И рыбки. Вот здесь два туалета. Здесь находится душевая. Даже стиральная машинка вот есть. И на улице еще есть души. Как я уже говорила, у ребят есть сапы. Есть квадроциклы. И представляете, есть даже небольшая площадка для мини-гольфа. Ну, кроме этого, конечно, здесь есть прекрасные виды. Но мы зачем сюда приехали? Мы сюда приехали ради того, чтобы сплавиться по реке. Сегодня у нас запланирован сплав. Итак, готовы увидеть особенности национального рафтинга? Тогда поехали. Причем поехали в прямом смысле этого слова. Сейчас у вас рафтинг будет по земле. Рафтинг по земле. Рафтинг по земле. Это Дагестан. И это не шутки. Прикол. Так на лодке кататься. Весла не взяли, да? Да, это самый оригинальный способ передвижения на лодке. А еще к нашей компании присоединилась Маша из Бурятии, которая, как выяснилось позже, боится воды и на рафтинге оказалась по принципу «тебе тоже надо». Очень по-дагестански. Ситуация была настолько комичная, что не верилась в реальность происходящего. А может это все действия фито-чая? Что вы как-то подозрительно там притихли. Чай перестает действовать. Чай перестает действовать. Этот способ доставки к реке мы будем вспоминать еще долго. Пороги, пороги пошли. Если переворачиваться, то не в овраг. Да, это слишком позорно. Была на рафтинге, перевернулась, но в овраг. Много ли людей могут сказать, что любовались красотами дагестанских гор, находясь при этом на дороге и в рафте? Мы идем на рафтинг по Польсу. Мы полез. Точно никто не поверил. Набор шуток стремительно пополнялся. А мы уезжали все дальше в горы. Нас угоняют в Сирию. Нас депортировали бесплатно. Наверное, неплохо себя вели в Дагестане. Мы их на лодке без документов вывозим к границе в Сирию. И вот в тот момент, когда смеяться сил уже не было, Дагестан снова удивил. Мы проезжали затерянный рай. И да, он там где-то действительно есть. Итак, наш рафт припарковался к берегу, откуда мы и должны были дать старт по реке Аварское кольсу. Всей группе вручили весла и начался инструктаж. Инструктаж несложный, но важный. Вода стихия непредсказуемая. И тут лучше не расслабляться. Нам уже не терпелось наконец-то опробовать рафт на реке. Ведь как он показал себя на дороге, мы уже знали. Вода в горных реках редко прогревается достаточно сильно. Я бы не сказала, что было очень холодно. Но гидроноски оказались совершенно не лишними. Гидрокостюм вообще штука хорошая. Сплавляться в полном ампунтировании довольно комфортно. Но главное – безопасно. Уже в рафте нам проговорили, как нужно вести себя, если тебя из него случайно выбросят. Или плавсредство перевернется. На самом деле, ребята хоть и прикалываются всю дорогу, но к безопасности гостей относятся очень серьезно. С ними вообще чувствуешь себя уверенно. И в безопасности. Даже когда рафт начинает подскакивать на порогах и ходить ходунов, у них все под контролем. На этом участке нашего сплава мне все сложнее было поддерживать объектив камеры сухим. Во-первых, мы проходили тот участок реки, где наш комутал на небольших порогах. А еще небо затянуло серой пеленой и начал моросить мелкий дождик. Если вы собираетесь на сплав и погода портится, то не стоит расстраиваться. С дождем или без, вам все равно предстоит промокнуть. Да, это было веселое приключение. Река иногда показывала свой характер. Но выбранный для нас участок для сплава нужно обозначить как детский. Конечно, гребсти нужно. Но и времени покайфовать остается достаточно. Иногда река тебя просто несет, а ты наслаждаешься открывающимися видами. Было абсолютно не страшно всем, даже нашей Маше. Мы получили максимум удовольствия от этой поездки. Начиная со старта от базы МЧС, заканчивая нашим возвращением. Из реки рафт переносит в озеро. А дальше можно доплыть до берега самостоятельно. Или остаться в рафте и на веслах добуксировать себя до берега. После прохладной реки вода в озере кажется теплой, как дома в ванной. Да и почему бы не открыть купальный сезон, если можно открыть купальный сезон? Держи, держи. Обалдеть, вот это рыбешка. Ну что ж, друзья мои, на этой ноте... Нет, подождите, на этой ноте пришло время завершить свой рассказ. До скорых встреч где-нибудь в другой точке нашей Земли.